Друзья, всем привет, дорогие мои серферы-бездельники. Еще один небольшой обзорчик, вот пока тянусь в небольшой тянучке по Шевченко. И он посвящен, ну, традиционно нашим долбодятлам, которые готовы сраться по любому поводу, по любой теме, лишь бы только эта тема возникла. И это тема викинги, то есть, казалось бы, ну, можно ли возбуждаться? От чего можно возбуждаться в Украине? Ну, от многих вещей, да, перевозбуждаться. Но викинги, Украина, ну, у нас талантливые люди. И вот вчера вечером, листая фейсбучек, я вижу, как сразу там на многих пабликах, там на нескольких, и такие несколько ломов там начали обсуждать на протяжении последних дней тему о том, что в сериале «Викинги», который многие из вас смотрели, я тоже смотрю его, смотрел в шестом сезоне, вдруг не так неправильно показана Киевская Русь. Вы представляете? Ну, я тоже удивился, да, Киевская Русь там действительно показана не совсем правильно. и напоминает какой-то там, скорее, монголо-татарский улуз какой-то, но не Киевская Русь, вот как мы ее представляли. Ну, вот такое авторское видение, да, возможно, это для европейцев мы, наверное, где-то так и выглядим, такая тартария, хотя это у нас любят говорить о том, что это московское царство, да, но вот так вот нас воспринимают. Но суть не в этом. Суть в том, что начались вопли относительно того, боже, яка зарада, значит, вон и запроданцы, почему же они так неправильно показывают Киевскую Русь, она больше напоминает Орду, Ордынская Ига, ну, московская, естественно. И, соответственно, наверное же не обошлось без того, что Москва купила там кого-то, ну, вы представляете, да, уровень спецопераций, кровавая гобня посмотрела прошлые сезоны, сериалы о Викингове думают такие, ёпрсты, это же они собираются про Киевскую Русь показать, нужно туда правильный нарратив засунуть, давай закинем им там 50 миллионов долларов, чтобы они этот, шестой сезон отсняли с правильными акцентами. Сказано, сделано, хоп, закинули. Ну, где-то такая логика вот этих всех чудаков, которые переживают по поводу того, что там неправильный нарратив. И вот это вот, это что? Это импотенция, ребята. Это импотенция наша украинская, когда за 29 лет мы не отсняли ни про Киевскую Русь нормальные сериалы, ни про Чернобыль, почему-то все смотрели HBO, но великолепный сериал, да, который сумел донести в 4-х там, или сколько, 4 мини-серии эти, сумел донести вообще сложнейший нарратив по поводу этой трагедии. Вот. И потом нашлись там люди, свидетели, очевидцы, которые начали говорить, вот они не так сделали, нужно было бы по-другому. Ну, вот как все у нас вот это делается, да, когда все знают как, что и зачем, но походу мы почему-то живем в одной из беднейших стран Восточной Европы, там, и Европы вообще, там, да. Вот такая фигня получается. И при этом самое смешное, что эти же люди несколькими, там, сезонами ранее абсолютно не, ну, как бы, даже не этим, да. Этих же людей почему-то не удивляют, что князь Олег, там, вместе с этим Иваром Бескостным не летают на каком-то подобии параплана, там, или дельтаплана. За тысячу лет до того, как Ото Лилиенталь, немец, понял, как птицы летают, и не изобрел первые планеры, там, пока во время одного из полетов не разбился. Кстати, две тысячи прыжков совершил на своих планерах. Так вот, вот это вот, вот такие детали их не возбуждают, что это фантастика, ну, ребят, какой Киевская Русь, там, люди летают на каких-то планерах. Это, эти, эти, вопрос по поводу этой бессмыслицы и художественного вымысла никто не задает. Так же, как и несколькими сериалами ранее, они не задавали вопрос по поводу того, как выглядит Париж, когда Рагнар пришел вместе со своими ордами викингов и атаковал Париж, там, да, как выглядели французы тогда, там, и прочие-прочие несуразицы, которые грешат все сериалы подобного рода, хотя это отнюдь не делает их менее интересными, потому что там прекрасно показаны человеческие характеры, там, да, много вопрос по поводу борьбы за власть там хорошо поднят, и многие-многие другие вещи, которые, ну, в общем-то, делают их интересными для просмотра. Вот, но вот это все остается за рамками фокуса внимания наших хомячков вечно озабоченных, и остается только требование, что там кто-то должен сделать. Кстати, это ровным счетом ложится в ту дискуссию, которую я вчера выложил с Владимиром Ларцевым, и хорошо вписываться в те вопросы, которые я поднимал. Ведь нам вечно кто-то что-то должен, кто-то должен сделать. Какие-то западные экономики, они должны делать нашу, по нашему херовому нарративу, который мы никак сами четко не выработаем по поводу истории, но они должны делать вот именно что-то правильное, да, а не так, как они считают нужным. А мы правильно не можем, потому что грошей нема. Грошей нема, профессионалов нема, много чего нема. И в результате получается, что варварский Иран, который там сбил наш самолет МАУ, производит 600 тысяч автомобилей в год, а цивилизованная и крутая Украина, производившая 20 с лишним лет назад 400 тысяч автомобилей в год, производит пару тысяч, и то это все автосборка там, ну и плюс крафт там, да. Ну, смешно получается. И вот этих вот примеров же можно приводить бесконечное количество. И эти примеры говорят об одном, что мы не видим бревен в своих глазах, вот не видим их с таким упрямством и с таким просто сервенением, что ну просто страшно иногда становится. Хотя есть надежда, что это бревно, эти бревна просто в конечном итоге контрабасом отправят в Европу под видом топлива, там, да, дров, как они это делают. И бревно окажется в Икеа в форме какого-то там стульчика либо шкафа, и все, может быть тогда глаза откроются, и мы поймем, насколько это все примитивно и смешно в современном мире. Так что вот такие дела. Ну не падайте духом, ну что вы там сразу социал-дарвинизм, социал-дарвинизм, что ты так беспощаден к нашему народу. Ну а как нашему народу нужно? Только так и нужно. Мы пришли в такую ситуацию, когда ни увещевания, ни добрые слова, ничего не помогает. Остается только тупо бить вот так вот в купол, да, чтобы искры летели, и возможно в состоянии шока и такого неожиданного прозрения наши люди, наш народ в конечном итоге проснется и начнет плыть, потому что если он не будет плыть, вот эти все добрые, милые, наивные люди, о которых мы постоянно говорим, то они утонут, они утонут. А мы уплывем, такие, как я, уплывут куда-то в другую степь, и точно так же, как миллионы наших активных украинцев уехали в другие страны и прекрасно там себя чувствуют, прекрасно живут. Поэтому просыпайтесь, просыпайтесь, друзья мои, не ждите с моря погоды. Маленькие мои добрые, прекрасные люди, мы вас всех любим, но кроме вас никто ваши проблемы не решит. Помните об этом. Создавайте сериалы, пишите книги. Прекрасные книги, прекрасные сериалы и много чего прекрасного. И если это будет действительно прекрасным и на высоте, то вселенная это обязательно оценит, и вы обязательно получите законное вознаграждение за это. Потому что труд, он творит чудеса. Просто нужно трудиться и не бояться подымать, хоть иногда жопу с того дивана, с которого произносятся и заргаются все эти проклятия по поводу того, кто и что нам должен. На этом я заканчиваю, потому что я приехал и буду ставить машину. Пока. Продолжение следует...